Сегодня состоялось уже третье пленарное заседание первой сессии областного совета седьмого созыва. Путем тайного голосования был избран председатель областного парламента. Им стал Григорий Самардак. На третье пленарное заседание прибывают 80 депутатов. За две недели переговоров между фракциями удалось найти компромиссную кандидатуру председателя облсовета. Солидарность предлагает Григория Самардака. Это единственный вариант, который выносится сегодня на обсуждение. Да, это действительно кандидатура, которая имеет не только профессиональные задачи, но эта человек, которая в последние полтора лет смогла объединять запорожцев, громаду. Время прошлого года, когда Запорожская область практически была голой, и нужна была консолидация патриотических сил, консолидация промышленников, бизнесменов, администрации. Григорий Викторович справился с этим вопросом. Договориться по кандидату удалось не со всеми. Мы категорически против развития такого сценария. Мы не претендуем в таком распределении сил на должности секретарей, председателя, заместителей, председателя комиссии. Мы будем находиться в жесткой бескомпромиссной оппозиции. На этом представители УКРУ по шесть человек покидают сессионный зал, а Батьковщина отказывается принимать участие в голосовании за руководящие должности. На данный момент мы действительно не имеем в виду ни о количестве комиссий, ни о формате участия политических сил в этих комиссиях. На жаль, рассчитывая на отвертую разговор о формате принципа, мы такой разговор не слышали. Избирательная комиссия удаляется на утверждение формы бюллетеня. В тайном голосовании принимают участие 66 депутатов. Через час становится известен результат. За Григория Самардака проголосовали 62 депутата. Это большая доверия с боку местной громады. И я готов брать на себя ответственность. Я благодарен своим землякам за возможность продолжить втиление реформ на запористской земле на новом уровне. В своей вступительной речи Григорий Самардак обещает заниматься хозяйством, а не политикой. Также новый председатель облсовета высказывает уверенность, что депутатский корпус способен стать той силой, которая сможет поднять благосостояние региона.